Давайте разделим сразу мухи и котлеты. Во-первых, никто не ждал того, что нам предоставят статус кандидата в Евросоюз. Раз, об этом не было слова. Второе, никто не говорил о том, что безвиз это первый шаг на пути к кандидатству. Тоже такого не было. В-третьих, мы ждали о том, что действительно сформируется механизм по приостановлению безвиза. Так и произошло. Четвертое, самое главное, по санкциям. Санкции продлеваются автоматически. Поэтому не надо говорить, что заслуга или не заслуга. Так и есть. В случае, если Россия не выполняет то, что ей сказали, санкции опять автоматически продлеваются. Если кто-то один из членов Евросоюза говорит, что мы против, его мнение учитывается. Но, учитывая, что демократическое образование продлевается автоматически. Поэтому, давайте четко, вот я тут согласен с Тарасом Завгородиным, абсолютно. Давайте четко жить по фактам. Давайте даем ту корову, которая у нас есть, а не тех двух, которые мы хотим прикупить. Сегодня действительно очень важный день для Украины. Во-первых, закончился период евроинтеграции Украины, который был создан в конце 90-х годов. Фактически, протягом почти 20 лет наша страна жила мечта про европейскую интеграцию, про вступ в Европейский Союз. Вступ в Европейский Союз – это не теория наукового коммунизма. Это очень конкретный инструмент влияния, который сделал возможным изменения в странах Центрально-Схедной Европы. Эти изменения произошли благодаря тому, что у них была перспектива вступа, и у них была переступна помощь с боку Европейского Союза. Так вот, вчера Европейский Союз поставил крампку в двозначности, которая существовала между Украиной и Европейским Союзом. Нагадаю, что в угоде про асоциацию, после тривалих дискуссий, так и не было зафиксовано, чи мы имеем право на вступ, или нет. Там была зафиксована формула про то, что в будущем не можно предоставить, и стороны позже вернутся к вопросу, что проводить отношения. Так вот, было четко вчера записано в решении Европейской Ради, что эта угода не лишь не дает перспективу вступа в ЕС, но и не создает условия для того, чтобы это было сделано в будущем. Сейчас мы не имеем никакой перспективы вступа в ЕС. Угода, которая заключает основы относительно десятилетия, она фактически не позволяет подать заявку вступ в ЕС. Если до данной заявки еще такая теоретическая возможность осталась, после того, как Рада ЕС юридично зафиксировала, что эта угода не дает Украине статусу кандидата и не создает условия для надения такого статуса в будущем, то подавать заявку на вступ в ЕС – это без глуздя. Теперь у нас есть юридическая формула, которая унеможливает до выполнения этой угоди вступ в Украину в Европейский Союз. А выполнение этой угоди займет не те, что десятилетия, а очень длительный период времени. Почему? Потому что мы взяли на себя обязательства, какие-то співмирные, хіба шестими обязательствами, которые были наданы кандидатам. Но если в кандидатах была и величезная морквинка, перспектива вступа в ЕС, которая действительно была мотиватором для изменений, для того, чтобы элиты и общество объединялись, у них была переступна допомога, которая обраховывалась миллиардами. Это был ключевой договор, из-за которого, скажем, и ключевой момент, из-за которого начались события трехлетней давности. И в данной ситуации правительство Нидерландов после референдума в своей стране четко заявило о том, что и украинское правительство, и украинское государство действительно сделало достаточно много для того, чтобы этот договор в целом не был аннулирован из-за позиции Нидерландов. Но мы пошли на колоссальные уступки. И когда здесь говорится о том, что у нас остается перспектива членства в Европейском Союзе, это абсолютная неправда. Потому что мы четко зафиксировали, что этого не может быть, и дали соответствующие гарантии правительству Нидерландов. Мы дали соответствующие гарантии правительству Нидерландов, что мы не будем претендовать ни на какую финансовую помощь, которую получали все страны Восточной Европы до нас в конце 90-х, начале нулевых годов, для того, чтобы выровнять свой уровень жизни и свой уровень экономики с другими странами. Дискуссия про безвиз просто показывает, что самый безвизовый режим, который был не единственной, а реально достиженной позитивной метею в отношении с ЕС после Майдана, уже просто превратился на жарт, на предмет для сарказма и посмешек. Я особисто також не маю жодного сумніву, что ЕС нам надаст безвизовый режим, надаст он, насколько это машина, яку очень сложно начать, чтобы нарушилась, а потом очень сложно остановиться. Но тот факт, что его бесконечно переносят, только показывает, что кроме безвизового режима, с боку ЕС нема и журнуринки. Но даже вот эти ограничители не помогут, которые Евросоюз уже расставляет. Но уже сказали, что будут отбирать, если увидят откат в реформах, например. Абсолютно. Эти ограничения только показывают, настолько до нас велика недовера. Эти ограничения просто еще одним подтверждением того, что, на жаль, мы шанс, который нам дав Майдан на реформы и прорыв в евроинтеграции, втратили. Продолжение следует...